Микрорайон Агаргипия, города-курорта Анапа, обращается к губернатору Краснодарского края, обращается к президенту Российской Федерации. Наш микрорайон, самый крупнейший в городе-курорте Анапа, практически 20 тысяч населения, 30 многоквартирных многоэтажных 16-этажных домов. На сегодняшний день возведена всего лишь одна школа, емкостью 1550 мест, но в ней учатся 2600 человек. Ни одного детского садика нет, поликлиники нет, социальных объектов и инфраструктуры на данном микрорайоне нет. Застройщик ВКБ новостройки обещал, что будут построены школы, детские сады, мэра Анапы. Василий Александрович тоже нам все это обещал. Но при этом сроки не определены, ни начало строительства, ни окончание строительства. Жители Горгипии видят лишь то, что участки, отведенные с 2015-го, с 2013-го года, под разрешенный вид использования, образовательные учреждения переводятся в одностороннем порядке по судам между застройщиком и администрацией в многоквартирные участки для строительства многоквартирных домов. Данный участок, который рядом находится с нами, уже огорожен забором. Застройщик, не стесняясь, заявляет, что здесь будут построены вместо образовательных учреждений 4 многоквартирных одноподъездных дома, 4 новых многоэтажки вместо социального объекта. Напротив морской Горгипии такая же история. 506-й участок по суду по арбитражному уже застройщик отсудил для строительства снова многоквартирного дома вместо образовательного учреждения. Администрация заявляет, что все социальные объекты будут находиться здесь, рядом, в поле, где будет построен императорский парк. Но когда это будет, никто не говорит. Когда начнется, когда закончится, лишь есть только обещание. Стоят заборы только под строительством многоквартирных домов, которые мы знаем, что будут точно построены, если мы не будем отстаивать свое право на правильную социальную инфраструктуру. Жители Горгипии написали письма на имя президента, на имя губернатора, на имя нашего мэра. Письмо мэру передано. Обещают назначить личный прием. Когда он будет и как он будет проходить, пока нам неизвестно. Но мы не собираемся сидеть и ждать с моря погоды. Хотя мы и живем, казалось бы, в самом прекрасном городе России, на берегу Черного моря. Но его продолжают портить. Зачем здесь строят столько многоэтажек? Это же город-курорт. В конце концов, задумайтесь. Проект, который развитие города, казалось бы, утвержден, ежегодно меняется. И меняется, мы бы не сказали, что в лучшую сторону. Поэтому мы сегодня записываем данное видеообращение и просим, наконец-то, услышать нас. Василий Александрович заявляет о том, что ни одна стройка больше не будет многоквартирника без введенных социальных объектов. Но по факту мы видим обратное. Слова расходятся с делом. Поэтому мы сегодня здесь и все-таки снова настаиваем. Услышьте нас. Мы будем обращаться везде. Мы, люди, мы платим налоги. Сегодня нас мало, а завтра нас будет больше. Спасибо. Спасибо.